Ставропольский край Как рассказал Владимиров, одно из приоритетных направлений – нарастить ввод жилья, а также увеличить экспорт из края до 1 миллиарда долларов. В Шпаковском районе привели в порядок дорогу к селу Пелагеада. Рабочие обновили 3,5 километра асфальта трассы Батайск-Ставрополь и участок улицы Мазикино. На это направили больше 16 миллионов рублей. Ремонт сделали по нацпроекту безопасные качественные автомобильные дороги. В селе Казминском, что находится в черте Кочубеевского района, завершается капремонт Дома культуры. Строители полностью поменяли коммуникации и электропроводку. Уже привели в порядок репетиционные концертные залы. В режиме предварительной записи начала работать одна из самых больших в Кочубеевском районе библиотек. В перспективе в здании ДК планируют оборудовать кинотеатр. Реконструкция проходит под эгидой нацпроекта «Культура». В Ставрополе установили 7 новых остановок. Они расположились на улицах Лопатина, железнодорожной Победы, Тухачевского, в переулке Сальском и на проспекте Кулакова. Деньги на эти цели направили из городского и федерального бюджета. В краевой столице уже практически завершили реализацию нацпроекта безопасные качественные автомобильные дороги. Рабочие в общей сложности проложили около 7 километров нового полотна. Из Сентуки готовится внедрить систему «Умный город». Там планируют создать туристко-информационный центр. В него загрузят необходимые данные о городе, а в курортной зоне установят смарт-панели, на которых будет высвечиваться актуальная информация. Также на улицах оборудуют 5 умных пешеходных переходов, а также оснастят справочными табло 66 остановок. Программу «Умный город» воплощает по нацпроектам «Жилье и городская среда», а также цифровая экономика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова